МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как приятно, когда практикующие специалисты приходят в высшее учебное заведение и дают реально необходимое знание, которое действительно необходимо в нашей жизни. В Одессе появился проект «Открытый университет». О нем и поговорим. К нам в студии присоединились Татьяна Кузнецова, декан факультета журналистики Национального университета Одесская юридическая академия и Владислав Данилов, медиатренер. Татьяна, Владислав, здравствуйте. Давайте поговорим о проекте «Открытый университет». Кем и для кого он создал? Что он, собственно, собой представляет? Наверное, «Открытый университет» кем создан? Создан моими коллегами, мной, когда мы узнали, что есть проект, который поддерживает Немецкая ассоциация университетов. Это такая программа DV International. И она развивает неформальное образование взрослых. Что такое неформальное образование? Есть формальное образование, это когда мы привыкли. Дети после детского сада идут в школу. После школы техникам, университет, возможно, училище. То есть то, что формализовано. Неформальное образование, я хочу научиться играть на трубе. Я для этого не пошла в музыкальную школу, не заканчивала консерваторию, а я пошла заплатить на курсы. Неформальное образование, вот это и будет. То, что я выбираю вне системы Министерства образования. Какова цель открытого университета? Открытый университет открыт в рамках проекта DV International. То есть мы сейчас развиваем идею европейского образования, когда любой человек в любом возрасте решил, а я хочу научиться чему-то. Я не учил этого в университете, либо вообще человек не учился в университете. Либо, имея образование бухгалтера, человек решил заняться, не знаю, экономическое образование получить, какие-то курсы пройти, что-то ему необходимо. И тогда вот эти потребности взрослых людей, и, наверное, и возможно получить эти знания вот в таких формах неформального образования, как мы предложили сегодня горожанам Одессы, одесситам, это именно открытый университет. Но это неформальное образование отдает некий сертификат, диплом. Всегда у меня возникал вопрос, важно ли иметь какой-то диплом и сертификат, и об этом можно даже поговорить отдельно. Говорят, что важно. Смотря чей сертификат, чей диплом и у какого человека, это моя точка зрения. Потому что знаю дюжины людей, у которых нет диплома, но это образованные, думающие, умные люди. И есть некоторые, которые якобы имеют какие-то, как они называют, корочки, а ничего не умеют. Поэтому я за то, чтобы это на самом деле был диплом, и люди гордились, что они получили это образование. Наш открытый университет, да, у нас будут сертификаты, но только лишь для тех наших учащихся, которые полностью пройдут полный цикл курс обучения, который мы им предлагаем, что они выберут. Не так, что я появилась на одном занятии, пришла на последнее, обручите мне сертификаты. Позвольте, мне кажется, что вы сейчас противоречите самим себе. Если человеку не нужно было действительно выучить от силы ДСИК, да, вы сейчас приходите опять. Правильно, это для тех, кому нужно. Это же запрос. Когда мы проводили, мы уже проводили ряд мероприятий, и я проводила анкетирование, мы опрашивали, и был вопрос, чему бы вы хотели научиться. Когда я взял вопрос в открытую, какие у вас к нам еще есть пожелания, к сожалению, процентов 50 сказали, а сертификаты будут? Наша программа не предусматривала никаких сертификатов. Зачем люди пришли сюда за сертификатами? Но если они спрашивают, ну, возможно, от трудоустройства в Украине, когда человек приходит и он пишет свое резюме, очень часто работодатели спрашивают сертификаты, да, что ты прошел, какие курсы, повышения и так далее. Спрашивают больше по инерции, насмотревшись в фильмах, потому что эти сертификаты зачастую не имеют под собой никакого реального веса. Я имею в виду бесконечные курсы ораторского мастерства и так далее, менеджмента какого-то, повышение квалификации в переговорах и так далее. На каждом столбе висят мастера, которые, шарлатонизируя, как я говорю, переезжают из города в город, и каждый дает сертификат с блестящей золотой какой-то фольгированной печатью. У меня знакомый есть, реально, у него пол стены завешено. Я говорю, что это? Ну вот я был. Я сертифицированный специалист. Нет, вы знаете, когда на самом деле человек умеет нечто, вот это самый главный показатель. И когда мы ввели об этом проекте, и мы предлагаем определенный курс, сейчас мы об этом поговорим, и люди начали приходить, приходить вечером, после работы, и, наверное, когда есть мотивация, тогда все получится. А если их загоняет, и мы привлекаем внимание, нужно ходить и так далее, не получите диплом, тогда, наверное, и не получится никакого, наверное, такого открытого университета, как часть неформального образования. За 11 лет работы, учитывая, что я закончила профильный вуз, у меня ни разу не спросили, есть ли у меня образование. К сожалению, у меня тоже. Хотя есть выше. Вопрос. Я хочу глубже, так сказать, разобраться, что конкретно предлагает университет, но у нас есть еще и материал, который мы можем показать. Да, давайте посмотрим небольшой информационный материал, который подготовили наши корреспонденты об открытом университете. Прошу вывести. В Одессе стартовал новый социальный проект «Открытый университет». Студенты и взрослые могут обучаться чему-то новому в неформальной обстановке и совершенно бесплатно. До осени организаторы планируют проводить лекции, тренинги, семинары и мастер-классы на открытом воздухе. Затем занятия будут проходить в библиотеке имени Михаила Грушевского. Дважды в неделю в библиотеке будут организовывать разговорные клубы с носителями немецкого и английского языков. И тоже бесплатно. По словам организаторов, здесь можно также освоить основы съемки, монтажа и композиции. До ноября горожане смогут посетить гражданский лекторий, литературное кафе, разговорный клуб, курсы, фотомастерства, презентации и многие другие мероприятия. Итак, давайте сейчас перейдем к основным направлениям, который предлагает настоящий момент открытый университет, а также персонам, которые уже сейчас начнут преподавать в нем. Ведь будут же преподаватели? Естественно. Кто-то должен же учить чему-то хорошему. Надеюсь, что будут хорошие практики. Я вижу здесь слабый Данил, поэтому уверен, что с этим проблем нет. Итак, если посмотреть вообще на этот курс, он состоит из нескольких частей. Итак, это первое мы назвали гражданской лекторией. Мы приглашаем в рамках именно лектория интересную личность. Это могут быть профессионалы в определенной сфере. Это могут быть ученые. Это могут быть юристы практики. Это могут быть бизнесмены, которыми есть с чем поделиться. Это может быть человек с интересной какой-то историей. И в рамках живой библиотеки он может рассказать. И читателя, слушателя, который есть как живая книга, может задать любые вопросы. И, возможно, этот человек поделится какой-то успешной историей своей жизни. Форма диалога. Форма диалога. Но мы назвали именно «Гражданская лектория», в рамках которой тоже, когда мы проводили первые встречи, очень много было вопросов, а будут ли определенные занятия по медиаграмотности. Меня, честно говоря, это удивило. Пошел запрос от взрослых людей, поэтому мы внесли в «Гражданская лектория» тоже у нас будут такие семинары по медиаграмотности. Это первая часть. Что такое медиаграмотность? Я, например, не совсем понимаю. Медиаграмотность — это курс, который ставит цель обучить любого человека разбираться в информации. Отличить, что есть правда, а что есть фейк. Для этого медиатвенера Владислава Даниловна. Увидеть манипулятивные технологии, уметь читать и понимать реально, это заказной материал или это джинса, либо это на самом деле то, что стоит обратить внимание. Потому что сейчас многие читатели, слушатели, зрители на самом деле теряются. А кому верить, кому нет. Что смотреть можно, что нельзя. И поэтому вот один из аспектов как раз и касается этого. И, наверное, развитие критического мышления, чтобы человек мог анализировать и сам выбирать, и понимать реально. Этому верить, этому нет. Это нужно еще проверить. А может быть, это информация, которой нельзя доверять. И поэтому есть на самом деле методики. Это очень распространенный курс давно в Европе. Развитие критического мышления. То, чему нас не учат ни в школах, к сожалению. И только сейчас оно всплыло. И поэтому этот запрос пошел. Следующая часть – это литературное кафе. Вы сейчас увидели Дмитрий Быков. Как раз у нас был первым приглашенным спикером. Я считаю, что прошло на ура у нас эта встреча. Литературное кафе – это встреча с писателем, поэтами, музыкантами. Это могло быть как на базе закрытой. Это у нас база, это библиотека. Имени Грушевского. Плюс у нас уже был опыт маленький, проведение на открытом воздухе на пляже Чикаловском пляже. Мы встречались, у нас был такой музыкально-поечистский первые опробы. И дальше планируем тоже, что мы дальше продолжаем именно этот проект. Именно литературное кафе. Ну и, наверное, самое такое, на мой взгляд, востребованное и вкусненькое – это наши курсы. Курсы по фотомастерству, по видеомастерству. И видеомантаж, в частности. Да, и Conversation Club, разговорный клуб. Вот, в принципе, на вот эти сентябрь, октябрь, ноябрь у нас уже будет активно реализовываться этот проект. И мы поставили себе цель попробовать провести именно вот эти курсы. Мы уже объявили онлайн-регистрацию. Сколько это стоит? Это все бесплатно. Я хотел, чтобы это прозвучало еще раз. Мой коллега-радиоведущий с огромным стажем, на который можно положиться, Влад Данилов, тоже участвует в этом проекте. Влад, в двух словах, что ты будешь делать? Здравствуйте. Я с несколько неожиданной, возможно, для тебя стороны поучаствую в этом проекте. Перед этим хочу добавить, может быть, дополнить, может быть, разъяснить по поводу понятия неформального образования. Здесь не нужно путать с альтернативным образованием, которое сейчас модно. Не имеется в виду, что там будут какие-то неожиданные приемы донесения информации, способы ее усвоения и так далее. То есть никого никто бить не будет? Нет, это будет, ну, по крайней мере, те курсы, ту часть курсов, которые буду вести я, это видеомастерство. Это будет более-менее традиционная форма, разве что с большим количеством общения, чем это делается, например, где-нибудь в аудитории, в официальном вузе или в другой организации. И более свободная форма. Да, более свободная форма, когда действительно какие-то определенные вещи непонятные можно выяснить прямо в ходе занятия. Это важно понимать. То есть неформальное образование имеется в виду, что это не где-то в официальном каком-то вузе. А там не будет чего-то такого, на голове там стоять не придется. По поводу сертификата и как бы противоречия тому, что человек может прийти, послушать, ему нужно будет выяснить какой-то один всего вопрос. И зачем ему ходить на все... Ну дайте ему сертификат, выяснил вопрос. То есть как бы не вопрос. 15 сентября выяснил вопрос. Пожалуйста, можно приходить выяснять актуальные для себя вопросы, а вот сертификат будет выдан тому, кто прослушал полный курс и выполнил все практические задания. Потому что в сертификате, насколько я понимаю, будет написано, что человек прослушал этот курс. Поэтому он получит сертификат. Кто не прослушал его и не осуществил все практически, соответственно, у него такого сертификата не будет, но приходить и точно так же получать какие-то необходимые знания он может. Что касается непосредственно курса видеомастерства, у нас совсем немного, там всего шесть занятий. Это будет базовый курс. И здесь вот две основных задачи у меня. Во-первых, это привязать вот этот букварь, эту базовую теорию к реальным действиям, к реальным съемкам, к реальному монтажу. То есть, чтобы простейшие знания… И съемки, и композиции кадра, и монтажа, и написание сценария, выбора идеи и так далее, и так далее. Насколько это возможно в такой короткий срок? Мне кажется, что это невозможно за шесть занятий сделать. Конечно, невозможно освоить специальность как таковую. Но улучшить качество своей съемки, своего монтажа и своих видеосюжетов можно. Почему? Во-первых, потому что очень большой упор идет на домашнюю работу. Интенсивным этот курс называется не потому, что вам за восемь часов дают все знания, которые существуют в видеоиндустрии. А этот курс рассчитан на существенную большую домашнюю работу. После каждого занятия дается задание, которое необходимо выполнить. Опять же, чтобы усвоить этот материал, проверить его на практике. Но вы не боитесь, что столкнетесь с тем, что к вам придут люди, у кого-то есть опыт, кто-то уже достаточно успешно реализует себя, а кто-то придет и не будет знать ничего? Я не боюсь, может, слегка побаиваюсь. Шучу. На самом деле здесь можно варьировать задание в зависимости от уровня того, кто придет. Здесь можно варьировать степень объяснения и разъяснения. То есть для кого-то, кому-то нужно будет больше сказать, углубиться, кому-то и так понятно. Кстати, по поводу «и так понятно», многие из нас в самых разных сферах, оперируя какими-то словами чуть ли не каждый день, до конца не знают, что это значит, и не принимают их глубоко, не применяют на практике. Там, зная те же несколько видов планов по крупности, всем известных, которые существуют, о них наверняка многие читали, знают, видели, встречали эти слова. Но как при помощи даже только этих планов по крупности решить техническую художественную задачу при производстве видеосюжета, вот этому, собственно, и задача научить. То есть взять этот букварь, основы, базу, и привязать к реальным действиям, чтобы человек, который не умел снимать, хотя бы понял, как можно снимать немножко лучше. Но разделения на группы в зависимости от подготовленности не будет, я так понимаю. Мы посмотрим, нужно ли, необходимо ли это в дальнейшем. Попробовать, посмотреть, как обратная связь, коммуникация, как строится с группой. Будем исходить из потребностей. В самом деле, один придет просто с нуля, а второй придет, чтобы ему подставили руки немножко под другим углом. Здесь же такое. Скажите, Татьяна, а в принципе, как идет, каким образом идет подбор, собственно, лекторов, передающих знания? Я не знаю, мне не хочется говорить, что это лекторы, преподаватели, передающие знания. Давайте какое-то другое слово для них придумаем. Заезжено, заезжено некрасиво. Специалист, эксперт, то ли на этой отрасли. Давайте будем пока так говорить, но слово нужно придумать. Возможно, даже это будет новое слово, мне кажется. Я думаю, что автор неологии, но я не знаю. Почему вы и нет? Знатоки, ну, тут-таки где-то тоже было уже. Те, кто преподают, вот можно, пока слово такого нет. Ведущие. Учить. Скажем, вот ведущие, они ведут за собой, ведущие. А те, кто слушают ведомые? Абсолютно верно. Я тоже где-то был. Каким образом идет подбор вот этих специалистов, которые передают свои практические навыки, свои практические знания, наработки? Вы знаете, когда задумалась вот этот проект и отобрали наш проект, я себе давала отчет, а кто будет учить? Ведь учителя зависит все, какие знания получат ученики и так далее. Работая в сфере образования очень долго и имея опыт в реализации многих международных проектов, я, наверное, благодарна своей судьбе, которая сводит меня с многими интересными личностями. И я поняла, что у меня есть очень много друзей, у меня есть очень много талантливых коллег, которые есть, что сказать и чему научить. И я не лукавлю. На самом деле, в первую очередь, начиная от реализовывать эти все наши задумки, это наши коллеги, это наши друзья. Мы находим тоже, даже если говорить о Быкове, мы находим, как лично написать и пригласить. Сейчас написала письмо Сергея Жадан, должен приехать 13 сентября, я веду переговор, чтобы он тоже к нам пришел, чтобы к нам пришел на открытый университет. И я рада, что есть специалисты в сфере, которую мы назвали, почему выбрали, потому что я уверена, что у меня есть кому учить, есть кто будет учить. А дальше посмотрим, какие будут запросы аудитории, я думаю, что в принципе у нас нет проблем. Вот, например, 8 сентября в рамках гражданской лектории у нас будут вести такой вот семинар, это журналистка из Нью-Йорк Таймс, поскольку у нас есть связи с многими коллегами, которые приедут и готовы. Мы сейчас вели переговоры и с журналистами из Берлина, с которыми мы реализуем уже третью летнюю школу по журналистике и медиаграмотности. И, наверное, это здорово, когда твоя жизнь сводит с интересными людьми, и мне очень приятно, что мы с ними можем дальше сотрудничать. Поэтому вот так. Но проект реализуется, я так понимаю, как раз при поддержке немецкой стороны. Да, немецкая, это называется Немецкая ассоциация университетов, DV International. В чем их функция, в чем их помощь? Их помощь в том, чтобы, а, запустили мы этот проект, нам необходимо оплатить, например, даже какие-то минимальные гонорары лектору, кому-то оплатить проезд, договориться о проживании. То есть финансовая помощь. Вот именно то, что это называется микропроект в рамках большого проекта. И вот это, я считаю, это старт. И немецкая ассоциация сейчас и присматривается к тем организациям, которые начинают это реализовать успешно. И дальше мы налаживаем отношения, чтобы с ними сотрудничать. DV International я уже сотрудничаю, но это, наверное, уже четвертый год. И поэтому, на самом деле, они поддерживают вот такие микропроекты, которые, на самом деле, имеют какое-то качество и эффект. И когда мы посмотрели, что Одесситы, да, на самом деле у нас очень много, много интересных проектов, и я рада, что они здесь в Уграде есть. Но когда к нам на встречу пришли люди старшего поколения, и они, я их не знаю, не писали, и благодарили, что наконец-то обратили внимание на них, вот я их цитирую, да, потому что очень много для молодежи. Когда к нам на литературную кафе встречу пришли пенсионеры, и это замечательные женщины, которые цитировали и читали, и потом мы читали и Маяковского, и Цветаева, и так далее, они хотели выговориться. Это потрясающе. Я получила от них столько позитивных эмоций и наши слушатели, то есть идет вот этот синергический обмен. То есть они готовы к тому, чтобы развиваться и жить в сегодняшнем ритме. Да, да, и когда они предлагают, ой, кто-то хотел компьютерные курсы, говорю, нет, у нас нет компьютерных курсов, но когда идет запрос вот этих людей, вы знаете… Ну мы подумаем уже можно, да, то есть спрос рождает предложение. Да, да, конечно, это самое главное. Когда стартует открытый университет? Он уже у нас стартовал, мы уже в рамках этого проекта провели литературное кафе, у нас было две встречи, одна, вот вы показали, это Дмитрий Быков, мы уже провели, это гражданский лекторий, и тоже вы вот показали, у нас был Денис Иванов, кандидат в юридических наук, который делился новыми методиками в преподавании, и слушатели были… То есть подключаться можно в процессе, я правильно понимаю, то есть люди по-прежнему могут записаться, прийти, где записаться, расскажите. Сейчас у нас такая сентября активная фаза, и то, что мы подготовили, записаться можно, поскольку наш партнер – это библиотека на Троицкой, Грушевского, можно в библиотеку зайти и прямо в читальном зале наши координаты записаться, на какие курсы они хотят. Плюс у нас создана сейчас в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, страничка, которая называется «Открытый университет», и мы туда выставили гугл-форму, регистрационную форму, чтобы записаться на какие курсы кто хочет. И поэтому уже мы получаем эти данные, просматриваю каждый день, но я не знаю, что делать, потому что слушатели появляются каждый день все больше и больше, будем как-то отбирать, смотреть, либо как будет работать дальше. Желающие получают знания, дерзайте. Да, поэтому вот, повторяю, это группа в соцсетях «Открытый университет» на украинском языке, и библиотека Грушевска, можно прийти и записаться в любое время. Это наша основная база, где мы будем проводить все наши курсы. Гражданская лектория, база, когда будет меняться, мы будем оповещать, и это тоже мы пишем уже и на наших страничках, и тоже в библиотеке это будет известно. Ну что ж, Татьяна Владислав, желаем успехов проекту. Спасибо большое. Интересных гостей и творческих учеников, ведомых, творческих ведомых. Приходите к нам больше. Спасибо вам. Ведущие и ищущие. Все, я придумал. Договорились. Татьяна Кузнецова, декан факультета журналистики Национального университета Одесская юридическая академия и Владислав Данилов, медиатренер, были нашими гостями. Прервемся на несколько минут, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok